друзья привет сегодня рассмотрим наверное самое популярное упражнение с гири это жим гири рассмотрим то как выполнять его правильно как накачать жимом гири дельты как выполнять правильно армейский жим ну и конечно как показать в жиме гири максимальный результат на каких-то либо соревнованиях но расскажу еще почему жим гири в принципе убрали из программы официальных соревнований гиревого спорта первое с чего начнем это армейский жим гири армейский жим гири выполняется таким образом когда у вас тело находится абсолютно прямо причем она должна находиться прямо как в той плоскости так и в запрещено вложить на себя вот таким образом гирю то есть только осуществляется гиревой обычный гиревой спорт нужно выполнять упражнение из прямой стойки то есть вот вы находитесь вертикально гиря находится на груди не здесь где-то не вот так вот армейский жим это когда у вас гиря вот здесь перед собой и вы выполняете усилием руки до вертикали и остаетесь вертикальной позиции опускаете вниз 1 2 то есть реальный армейский жим это то когда у вас работает только одна рука рука работает из точки тогда у нас дельта максимально растянута и немножко расслаблена сначала приводим ее в действие напрягаем затем выполняем упражнение такой армейской стойки максимальный вес выполнить очень сложно все равно захочется где-то вот чуть-чуть подернуть корпусом это незначительное легкое движение профессиональному судье или профессионалу будет видно но это будут делать все и именно в этом заключается суть не делать если вы начинаете делать вот таким вот образом подброс и пошла гиря это уже не армейский жим все-таки армейский жим нужно делать честно и выполнять его правильно и так в чем же преимущество армейского жима у нас дельтовидная мышца работает по естественной траектории поднимая руку что значит естественная траектория и вообще в принципе все сегодня специалисты по накачке дельт рекомендует именно работу по естественной траектории а не по каким-то либо еще естественная траектория когда у нас рука просто поднимается вверх вот возьмите просто поднимите как вам удобно вам неудобно не впереди поднимать не сбоку вам удобно поднять вот вот по этой же траектории работает режим армии в принципе и другие жимы работают по этой же траектории но армейский жим выполнять по этой траектории более важно потому что все-таки нагрузка ложится четко на дельтовидные мышцы и в этой точке частично на разгибатель руки остальные мышцы задействованы быть не должны 1 и 2 то есть если мы начнем поднимать трапецию это будет работать и трапеция но она абсолютно не нужна и нету смысла включать эту мышцу для того чтобы выполнять армейский жим вы будете выполнять еще побольше траектории это движение чего делать совсем не нужно большое количество армейских жимов говорит о том что ваши дельты очень сильные и вы действительно очень мощным таким образом работает очень хорошо дельтовидная мышца и когда выполняете жим также включается в работу у вас трицепс конечно спина будет работать как стабилизатор безусловно потому что без этого но он никаким образом вас нельзя уравновесить то есть здесь включается боковые мышцы спины во время подъема они будут однозначно работать потому что вы будете включать рычаг на своей руке второй вариант жима это когда вы хотите просто накачать дельтовидные мышцы для этого вы выполняете жим также из положения на груди но не ставя ваш вашу руку на корпус то есть с виса с виса выполняем движение причем выполняем его не сюда не к плечу потому что здесь у вас включится трицепс а выполняем его максимально от себя вот таким образом 1 2 видите да вот вот здесь будет у вас работать дельтовидная мышца чем отличается работа при поднятии вверх на трицепс и работа при поднятии вверх на дельту то есть рука должна описать некий полукруг и выйти наверх выйти наверх не вот так а выйти наверх немножко сбоку и тогда когда у вас рука описывает полукруг у вас хорошо работает дельтовидная мышца если же вы повели вверх то здесь включился больше трицепс второй вариант работы на дельтовидные мышцы это жим через сторону то есть таким же образом вы выводите руку сюда и описываете некий полукруг 1 2 и вы почувствуете как у вас дельтовидная мышца работает полноценно несколько повторений и вы сразу же включаете дельту полностью в работу понять упражнение для дельтовидной мышцы на жим нужно каким образом не касаясь локтем корпуса а также не до конца выпрямляя то есть принудительно заводите через сторону и как бы заканчиваете движение оставая оставляя мышцу напряженной вот таким образом дожали и уводим вниз дожали и уводим вниз вообще сегодня бодибилдинге в основном используют именно такую косую траекторию то есть жмут не перед собой потому что здесь включается только передняя дельта чем ближе вы сводите руки вперед тем больше вы нагрузки переносите только на переднюю дельту если же вы чуть отводите руку в сторону то у вас включается и боковая дельта тоже чуть разворачиваете руку и у вас будет включаться полностью боковой пучок раз и подконтрольные движения то есть не нужно делать очень резких движений дельтовидная мышца очень короткая и резкие движения могут привести к травме раз довели убрали довели убрали вот в таком вот режиме вы выполняете 8 12 повторений я думаю что это будет очень непросто и дельтовидная мышца скажет вам спасибо нагрузка будет полноценной и третий самый интересный наверное способ с точки зрения большого количества повторений это обычный соревновательный жим гири что такое соревновательный жим гири это не работа на мышцы это не работа на какие-то там непонятные системы это конкретно задача поднять максимальное количество раз что запрещено в соревновательном жиме запрещена работа ногами то есть если у вас играют ноги если у вас сыгрывают колени то подъем будет не защита все остальные варианты читинга разрешены и разрешены официальные во всех не знаю федерациях видах спорта жим штанги и жим гири всегда проводились по одним и тем же правилам разрешается работа спиной соответственно если разрешается работа спиной то мы спиной и осуществляем это упражнение как это делается то есть идет первоначальный разгон самая тяжелая фаза первоначальная когда нам надо придать инерцию движению снаряд мы разгоняем его отсюда с помощью руки то есть можем делать вот такой замах либо это идет скрутка вот такая либо это идет просто отклонение то есть мы отклоняемся разогнали вот из этой позиции мы как бы продолжаем движение дельтой видите да то есть на дельту нагрузка здесь у нас 90 градусов а здесь резко переводим на трицепс вставляя плечо мы резко переводим движение на трицепс и трицепсом уже доводим разогнанную гирю обратите внимание что не нужно ее разгонять пытаться плечом то есть если вы плечом начинаете делать большого количества повторений у вас уже не получится разгоняем с помощью плеча разгоняем с помощью таза вот а раз то есть таз уводим в одну из сторон а резкое движение раз и геря уже наверху сброс раз сброс раз сброс мы как бы раз и ввенчиваемся под нее то есть нету того что мы поднимаем ее рукой мы просто чуть разогнали и ввинтились вот это движение которое действительно дает максимальное количество повторений 58 59 124 25 сын плюсом для такой выносливости является опускание вниз негативная фаза должна быть полностью исключена что такое то есть мы должны из верхней позиции бросить гирю вниз она должна просто упасть какая бы она тяжелая не было бросаем гирю вертикально вниз бросаем ее на плечо затем вставляем в корпус в исходном положении рука лежит полностью на теле то есть ваше плечо она прижата к телу или локоть вставлен в таз как вот пинти раз то есть ноги не сыгрывать от аста разгоняет и вот это подбив идет вашей руки сброс 1 1 1 1 брос так можно выполнять упражнение очень большое количество почему же жим убрали соревновательной программы и почему перестал это быть так интересно мы понимаем что грудные мышцы значительно сильнее наших бельтовидных и спортсмены зачастую начинали делать жим с помощью грудных то есть переводим наклоняемся назад переводим так скажем положение в вертикально и продолжаем жим уже грудной мышцы затем выпрямляемся доходило до того что жим штанги превращался в жим лежа но только в стойке спортсмены ломали спины было очень много травм ну да конечно это ставило вид спорта не очень приятную так скажем позицию и жим гири официально был исключен из программы 1982 году жима гири в программе гиревого спорта не стал 1972 не стала тяжелой атлетики друзья не забывайте оставить комментарий какой видов жима гири вы выполняете какой вам наиболее интересен а я постараюсь рассмотреть этот жим гири более подробно в следующих видео следите за нами в социальных сетях успехов вам здоровья ну и конечно же побед на соревнованиях по жиму гири